Особое мнение на 101FM Вайбер, Ватсап, номер 8909 720 101 и 0 Также у нас есть свой телеграм-канал И можно писать ВКонтакте, например, в комментариях к посту, где мы анонсировали наш разговор Олег, хотела начать с тем федеральных, но начну просто с человеческого Сегодня появилась новость, буквально пару часов О том, что следователи завели дело на спасателя, который не стал спасать тонущего ребенка В Кирово-Чапецке в итоге 13-летний мальчик погиб Выяснилось во время следствия, что спасатели этого предупредили люди, которые были на берегу Они сказали, что тонет ребенок, нужна помощь, а он якобы вообще ничего не предпринял Я хочу просто спросить, это о чем говорит это состояние какое-то общество или это частный случай? Не надо тут судить никого пока Я думаю, что в любом случае, я надеюсь на это очень, что это все-таки частный случай Просто уголовное дело, наверное, ведь оно просто так не заводится? В наше время бывает по-всякому И давайте дождемся тогда, когда до конца расследуются вот эти все обстоятельства Совершенного преступления, если там есть преступление И уже будем тогда делать свои выводы, потому что мне не совсем понятно Вообще-то в природе человека, особенно мужчины Есть на уровне инстинктов, если там ребенок плачет, если ему плохо, ну уже какие-то предпринимать меры Ну, я не знаю обстоятельств дела, мне судить трудно А выводы все-таки призываю всех сделать после того, как станет известно обстоятельство уже вот этого происшествия Судить о каких-то там общественных проблемах и состоянии общественном тут нет Точно нет, да, никакой, я уверен, что никакой тут, скажем так, грехопадения общества и моральной пропасти нет Скорее, скорее, это стечение обстоятельств Потому что немало новостей, мы читаем о том, что и дети даже спасают других детей Есть герои, и этого человека специально, по всей видимости, учили спасать людей Поэтому он должен был быть готов, а что там произошло, мы, к сожалению, с вами не знаем и не предполагаем Теперь к федеральной повестке подходим Хочу обсудить с вами два законопроекта, которые приняла Госдума Первый из них, так называемая выборная продленка Госдума приняла законопроект о голосовании, которое может длиться теперь три дня То есть, если раньше мы голосовали один день, то теперь это можно растянуть на три дня В зависимости от ситуации решение принимается отдельно по каждому случаю Я хочу просто спросить о том, как вам такое решение и каким последствиям это может привести Многие высказывают мнение, что с фальсифицировать выборы будет намного проще, потому что уследить за ними сложнее Ну, я хочу всех россиян поздравить с тем, что выборы в стране больше проводиться не будут Называть это выборами я бы не стал И все более или менее здравомыслящие люди с этим согласны То есть, институт выборов в Российской Федерации сейчас уже не существует Ну, давайте скажем и еще следующую, но более приятную вещь О том, что, видимо, у нас сейчас появились люди, которые готовы трое суток подряд Не спать, не есть и наблюдать за этим голосованием Ну, таких нет, это сарказм Поэтому сказать о том, что вот выборы как-то усовершенствованы, нет Это какой-то другой механизм учета общественного мнения Но это точно не выборы В данном смысле логично то, что выборов больше не будет в ближайшее время А как это можно назвать теперь? А теперь это, ну, называйте это социологическим опросом Дорогим социологическим вопросом Очень дорогим социологическим вопросом Как хотите называть Попытка удержаться у власти, в том числе федеральной Откат в сторону авторитаризма И игнорирование полностью и целиком демократических процедур Ну, названий, на самом деле, может быть много И кому что нравится, пусть так и называют Но это точно не выборы И вот данное решение, оно в принципе в логике власти Потренировались на поправках в Конституцию Голосование, как мы все видели И прям, пожалуйста, приходят к тебе на дом Ответственные и не очень, может быть Мы же не знаем За ними же никто не следил Граждане с неким чемоданчиком Куда предлагалось опустить там листочек Со своим мнением Как потом это все учитывалось, мы не знаем Потренировались А сейчас этот будет механизм Внедряться уже повсеместно И как правило Как уже самостоятельный институт сохранения власти Эта идея ведь она уже была И она, по-моему, даже в первом чтении была рассмотрена В каком-то далеком 12-м или каком-то году Теперь она вот появилась вновь и была доведена до конца Да, но почему именно сейчас? Нужно говорить, что здесь коронавирус как-то повлиял Вот то, что мы потренировались, как вы говорите Или нет, или просто время пришло И так все удачненько сложилось Ну, коронавирус, конечно же, ускорил процедуру Принятие этого законопроекта в любом случае Как хороший повод для того, чтобы его ввести А на самом деле Власть уже знает, что она не поддерживаема народом Так широко, как раньше И поэтому как-то нужно сохранять Вот свои властные полномочия И в связи с этим Уже теперь стало понятно Что столько не нафальсифицируешь Столько не навбрасываешь И поэтому давайте это растянем на какой-то, скажем так Период, хотя бы в три дня То есть все это происходит на фоне и вокруг того Что россияне больше не верят власти Ни федеральной, ни какой-либо еще Отсутствует доверие Поэтому как-то из этой ситуации Дабы сохранить власть Нужно выходить А вот из этих слов можно сделать вывод Что во время голосования По поправкам в Конституции Здорово удалось нафальсифицировать Я уверен, что в достаточной мере В которой и нужно было Все сделали Ну и явка там была Ну процентов может 30 И из них еще половина Ну как бы проголосовала за Вот и вам и результат получился Ну то есть мы явно видим Что народ Жители Российской Федерации Граждане Российской Федерации Четко понимают Что их обманывают Вводят в заблуждение И для того, чтобы еще чуть-чуть продлить Срок пребывания у власти Вот принимаются такие Стандартные В общем-то ходы Времени мало А вопросов у нас много К следующему перейдем Еще один законопроект Разрешающий гражданам С непогашенными долгами От 50 до 500 тысяч рублей Становиться банкротами Во внесудебном порядке Раньше через суд И нужно было за это платить Законодатели считали Что многие просто не могут Себе это позволить И заплатить Вот за это все И закон как бы не действует Да Теперь приняли Вот такую вот штуку Как считаете Хорошую вещь приняли Или опять что-то тут Не будет работать Опять что-то формальное И вообще Вот эта вот История с банкротством Физических лиц Это хорошо или не очень Ведь те кому банкроты Деньги не выплатят В итоге В минусе остаются Ну давайте я начну с конца Тем кому не светит Вернуть свой долг Им и в той ситуации Не светит И в этой не светит Значит Давно ведь уже Ведутся эти разговоры О том что В принципе Части населения Можно было бы И вовсе Простить эти долги Да В связи С некой там Непродуманной политикой В том числе и Центрального банка По поводу Выдачи потребительских кредитов По поводу Разрешения Грабительских процентов Каких-то микрозаймов Да микрозаймов Ведь совсем только Недавно Я вам хочу Напомнить Их как-то стали Хоть как-то ограничивать Этот размер Займов А до этого Ведь Дикое поле было Сколько накрутим Столько накрутим Конечно Это благо Законным способом Списать долги Объявить себя Банкротом И соответственно Завершив процедуру Банкротства Уже говорить о том Что да Я чист Вот все Начинаем Ну условно говоря Финансовую жизнь Заново Это нормально Это нормально Хуже когда Бегают коллекторы Там с топорами С бензином Ну вы понимаете Это же просто Криминал чистый Если говорить О законопроекте новом Да А если говорим Мы о законопроекте новом То давайте я вам Вот факты Сухие факты Если сейчас По действующему Закону о банкротстве Физических лиц Процедура Примерно До 200 тысяч От 150 до 200 Стоит Ну для человека Безумные деньги Для человека Который Занимает Микрозаймов Тяжеловато Я бы сказал Тяжеловато От 150 до 200 Это реальные цифры В Кировской области Да То сейчас Это будет Где-то до 100 тысяч Рублей Обходиться Ну гражданин То есть бесплатно Это не будет Хотя К сожалению Я уверен В том Что бесплатно Это точно не будет Я понимаю Что можно написать Заявление В МФЦ И МФЦ Перешлет его В арбитражный суд Но тем не менее Бесплатно Этой процедурой Не получится Воспользоваться По одной простой Причине Что все-таки Там столько формальностей Ну человек Физическое лицо Не обладает Тем уровнем Знаний Компетенции Которая позволила бы Избавиться от долгов Ну вот там За две тысячи рублей То есть все равно Нужен помощник Безусловно В любом случае Хотя Там арбитражный Управляющий Ну по Значит обоснованию Значит Инициатор закона Проекта Говорит Что там Премия будет Две-три тысячи Ну это не так Я вас уверяю Люди тоже хотят Работать Люди хотят Зарабатывать И не будут так дешево Продавать свои услуги А вообще Вот вы с этой статистикой Не сталкивались Я знаю Что к вам Обращаются Да В вашу компанию Люди Вот с тем Чтобы обанкротиться А вот какую-то Общую статистику Вы не представляете По Кирову По области Насколько Вот сейчас Велико Число таких людей Может быть Как-то изменилось Оно Вот в эпоху Коронавируса Что будет дальше Может быть На ваш взгляд Вот с принятием Такого закона Число Обратившееся И к нам И я Уверен Что и в других регионах Точно такая же история Оно постоянно растет А цифр конкретных Не знаете Я не знаю Я не знаю К сожалению Такой статистики Ну просто нет Кто-то находится Уже В арбитражном суде Кто-то еще На этапе Скажем так Подготовки документов Но цифры точно растут И с Введением Уже вот этой Новой процедуры Они будут Еще больше Расти Потому что Сейчас Еще меньше Суммы Можно законным Способом Будет списать Ну в общем-то Логично Для этого И сделан Это вообще Как бы законопроект Для того Чтобы все могли Себе эту процедуру Позволить И сделать ее Более доступной Наверное Для экономики Это все-таки Больше благо Чем Ну Чем минусов Хотя конечно В некотором смысле Это порождает Ну Иждивенческие настроения Но что есть С тем и работаем Поэтому Это скорее благо От физлиц К бизнесу Перейдем Да И вот я не знаю Можно тут Об иждивенческих Настроениях Говорить Или нет Наверное Все-таки Нет Да Но вопрос Опять О мерах Поддержки Да О помощи На днях Были Приняты Региональные Меры Так называемые Поддержки Отраслей Пострадавших От коронавируса Вы их у нас В эфире Когда мы обсуждали Это в дневном развороте Назвали формальными Власти Называют их Исчерпывающими Вот Накануне Свой Кировский Опубликовал интервью Губернатора И цитату Хочу из него Прочитать Говорить о том Чтобы всех От всего освободить Не совсем правильно Есть единственный Источник наполнения Бюджета Налоги Если положишь Если не положишь Ничего в тумбочку То оттуда Ничего и Не возьмешь Нечего взять Вот Как с этим Совсем разобраться Может быть Простому человеку Нашему слушателю Кто прав Кто виноват Как власти В этом случае Лавировать Да Ведь Опять же Понятно Что если Кто наполняет Бюджет Опять же Бизнес Если ему не помогать Он загнется И Наполнять Будет некому Вот Как Как разобраться В этой ситуации Вот Вы Привели Мои слова Накануне Которые я сказал От них Не отказываюсь Действительно Так Это формальность Но и губернатор Прав Все Меры Они исчерпывающие Вот Давайте А что вы только объясните Да Исчерпывающие Давайте будем Примерять Эти Значит Два мнения И объединить В одно На самом деле Справедливое Что это Формально Исчерпывающие Меры То есть Вот все Что нужно было Сделать формально Они их и сделали Вот все эти шаги Но это все-таки Не перестало Быть формальностью В данном случае Каждый Предприниматель Он же Рассчитывает Свои риски И он же Осуществляет Свою деятельность На свой страх И риск И в связи с этим Ну Спасение утопающих Дело рук Самих утопающих Да Поэтому Каждый предприниматель Будет выплывать Как сможет Если его Причислили К отраслям Которые Особо Пострадали Но это Ведь тоже Формальность Пострадали Все Это очевидный факт Думаю Никто не будет С этим спорить Вот в данном случае Если его Причислили Пусть пользуется Копеечку Но из бюджета Скажем так Законным образом Возьмет И возместит Свои какие-то Потери Если нет Ну нет Что называется И суда Нет Поэтому формальность Да Исчерпывающая Да А что касается Что в тумбочку Сложишь Что и возьмешь Ну тоже как бы Трудно спорить Но тем не менее В какой-то момент Может так оказаться Что из тумбочки Брать нечего Потому что Я напомню Когда бизнес Уплачивает налоги То основной Это Приход И Основной Доход Бюджет Это все-таки Явно не УСМ Да Для примера А например НДФЛ Чем больше будет Трудоустроено И трудоустроено Официально Тем больше НДФЛ Будет В казне Поэтому Вот знаете Если мы Будем так сравнивать Сравнение будет Явное Не в пользу Не поддержки Бизнеса А вот еще Хочу спросить Вот по поводу Поддержки Да У нас был В студии Олег Ткачев Член общественной Палаты И вот он Мне кажется Единственный Или там Немногий Из тех Кто сказал Что А почему Вообще Бизнес Должен На какую-то Поддержку Надеяться И вообще Стоять С протянутой Рукой Мы все Мол Взрослые Мужчины И как-то Сами за себя Должны отвечать Вот с этой Точкой зрения Вы согласитесь Или Все-таки Нет Все-таки Мы платили Как многие Говорят Налоги И мы хотим Ну хоть что-то Увидеть Взамен Трудно спорить Он прав Конечно Все Еще раз Повторюсь Когда Взяли На себя Обязательства В виде Объявления Ся Индивидуальным Предпринимателем Либо Учредив Общество С ограниченной Ответственностью Мы все Взяли На себя Обязательства Отвечать Сами За себя Но Вопрос-то В том Что Вообще-то Часть Работы Должна Была На себя Взять Государство Ведь Налоги Платят Бизнес Государству Не за Тем Чтобы Чиновники Просто Сидели И получали Зарплату А для того Чтобы Создавали Соответствующие Условия Для развития Бизнеса Так вот Можно ли Назвать Созданием Условий Для развития Бизнеса Объявление Например Карантина Ну раз уж Так получилось И запрет Работать Если вы Запрещаете Бизнесу Работать Так почему Ему Не рассчитывать На государственную Поддержку И если Вы даете Эту государственную Поддержку Индивидуальному Предпринимателю Иванову Почему бы Не дать Эту поддержку И Петрову И Сидорову Получается Несколько неравные Условия Ведения Бизнеса Вот и в чем Проблема Да Конечно Хотелось бы Проще Чтобы была Жизнь То есть Ты предприниматель Крутись Как хочешь Тоже верный Подход Но жизнь Немного Сложнее Еще одна Мера поддержки Вот Сейчас мы С вами Обсуждали Наверное В первую очередь Снижение ставки Да По ОСН А еще одна Мера поддержки Которая была Введена Это Освобождение От арендной Платы Тех предпринимателей Которые Арендуют Муниципальные Имущества И вот С 1 августа Предлагают Ее снова Брать Хотя вроде бы До конца года Насколько я помню Изначально Предполагалось Ее не взимать С инициатива С инициативой Выступили Власти Департамент Муниципальной Собственности Потому что Поняли Что очень много Денег Не досчитывается Изначально Планировали Что 7 миллионов Сейчас уже 9 миллионов Сумму Увидели Недостачи И вот Хотят Взять И все Вернуть Только интересно Как это согласуется С политикой Того же Муниципального Образования Город Киров В связи С развитием Малого и среднего Бизнеса На территории Муниципального Образования Значит Это все таки Не власть Это местное Самоуправление Муниципальное Образование Город Киров Я имею ввиду И тут Вот данному Муниципалитету Мог помочь бы И регион И закрыть Вот эти Недостающие Скажем так Выпадающие Расходы Муниципального Образования Ну Видимо Муниципальное Образование Настолько В ужасном Состоянии Я имею ввиду Бюджет Что никакой Другой выход Уже не спасает Даже какие-то 2 миллиона Там Ну Тем не менее Это же бюджет Ну видимо да Настолько плохо Все с бюджетом И отвратительно Что если Сегодня не повысить Значит Вот эту Арендную плату Не начав Ее снова брать То значит Завтра мы не Выплатим Заработную плату Учителям Врачам И детским садам Ну видимо так Ну вот я просто Читаю эту новость И представляю Своего ребенка Которому я дала Шоколадку Потом ее Отняла Я представляю Сколько всего В этих глазах Можно увидеть Что вот в глазах Бизнеса Можно в такой ситуации Увидеть Ну слушайте Бизнес Это конечно Не ребенок И я не думаю Что можно сравнивать Ну что ж Он будет крепчать Он будет Искать Дополнительные возможности Тоже закрыть Свои дыры В бюджете И дай бог Чтобы это было Не за счет налогов А то действительно Еще больше Не досчитается И муниципалитет И регион И государство Российской Федерации После таких шагов Вот смотрите Принимает решение Муниципальное образование А страдает вся Россия Выходит так Еще у нас До рекламы Три минутки Я хочу еще одну тему Успеть обсудить Андрей Несвятаев Руководитель Группы компаний Он тоже управляющий Партнер Группы компаний Культуры гостеприимства В соцсетях В своих рассказал О том Что у фабрики Появились новые Собственники Вот Он говорит Не буду распространяться Кто Не скажу За какую смешную сумму Мы продали Но здорово Что фабрика Откроется вновь Вот хочу В этом свете Вас спросить О том Может быть Действительно сейчас Какое-то Удачное время Для развития И для того Чтобы например Скупать бизнес Или Опять Частные случаи Ну Для того Чтобы в городе Кирове И в Кировской области Скупать какие-то бизнесы Я не знаю Тут нужно быть Большим оптимистом Ну Если для этого Удачное время Вообще Никогда не было Удачного времени В Кировской области Скупать бизнес Да Это точно Тем более Сейчас В период Когда не сегодня Завтра Там вторая волна И опять все закроют Думаете будет Возможно Я не знаю Предполагать Ну Цифры-то растут По заболеваемости Ситуация Это ухудшается И на этом фоне Приобретать Значит Фабрику Да Это же Место Где проводятся Массовые мероприятия Я не знаю Кто это Зачем это Ну Я вот подробности Не знаю Для меня это вообще странно Если бы мне приплатили Я бы все равно Отказался Ну Представляете Одно дело Как бы содержать Такие там И площади И людей И обязательства Другое дело Как бы здесь Деньги зарабатывать Вполне возможно Что не получится Их заработать А расходы у тебя будут Поэтому для меня Это странно Опять же повторюсь Не знаю Как бы истинных причин Кто Что Как Но для меня Покупка Именно фабрики Именно сейчас Это какой-то Прям нонсенс А если говорить Либо господин Несвятаев Обладает таким даром Убеждения Что продаст Кому угодно Что угодно А если говорить О другом Каком-то бизнесе Как вот сейчас Вообще Да это все Индивидуально Надо конечно же Смотреть Что продают Как продают Бизнес Понятие растяжимое Бизнес Может быть Доля ВОО А может быть Комплекс Даний сооружений Там С производственной линией Две большие разницы Наверное Сходим на рекламу Сейчас И вернемся Еще немного Поговорим о бизнесе Особое мнение Есть и там тоже Можно писать Задавать вопросы У нас еще Целых 13 минут Мы успеем Обсудить Если вы напишите А сейчас Вопрос от меня Потому что От слушателей Пока нет Бухгалтер Татьяна Максимчук Написала В соцсети Что Начну Немножко Не с этого Это уже Ее комментарий Начну С того Что налоговая Начала Рассылать Письма Предпринимателям Кстати Тоже Это письмо Где-то Видела Не помню У кого И где Налоговая Спрашивает Бизнес Почему Вы стали Меньше Отчислять Налогов По заработной Плате От заработной Платы И вот Максимчук Комментирует Все считают Что раз у нас Такая ситуация В стране То налоговая Должна быть Лояльной И терпимой А Горчуну Нет И вот Рассказывает Про эту Рассылку Хочу вас Спросить Вот Ситуация То здесь В чем Здесь нужно Налоговую Винить За поведение Что она Нелояльна И нетерпима Или действительно Предприниматели Начали уходить Куда-то в тень Чтобы не выплачивать Там какие-то Может быть Лишние Деньги Сокращать Ставки Еще что-то Делать Уходить Там На часть Белой Часть Черной Зарплаты Вот Все же Очень просто Или правда Нечем платить Нечем платить Все на самом деле Очень просто Сейчас объясню Почему так происходит Дело в том Дело в том Что В период Как раз Того периода Когда мы Все сидели На Карантине Многие Работники Написали Заявление Значит Без содержания Отпуск Попросили И вышли В отпуск Без содержания За этот период Им не было Начислено Заработной платы И соответственно У работодателя Да Не возникало Обязанности Уплачивать За них НДФЛ Да Это же Естественно Что Значит Платежи В бюджетную Систему Снизились А у Налоговой Значит Есть У федеральной Налоговой Службы Есть обязанность Поинтересоваться Заинтересоваться Почему Вы Платили Вот такую сумму И вдруг Резко стали Платить Вот такую Сторону уменьшения Только с отпуском Без содержания Вы бы стали связывать Я бы только так Стал связывать Не с тем Что люди Например Стали увольняться Чтобы получать От государства Какие-то деньги У всех Точно разная ситуация Но вот Я вам На примере Скажу так Те люди Которые Ну тот бизнес Который продолжает Работать Скорее всего Произошло Именно так Как я сказал Есть бизнес Там Который Действительно Уже Не выжил И он Действительно Распустил Своих работников То есть Они написали Там по собственному Либо их сократили Каким-то образом А вот эта информация О том, что без содержания Люди писали Она откуда И как вообще Людей заставить Это сделать В смысле Заставить Люди написали Сами Заставлять Никого не надо Все люди Большая часть Этих людей Которые работают В малом и среднем Бизнесе Если мы говорим О них А если это Информация От госпожи Максимчук То скорее всего Это так Вот Соответственно Они все Адекватные И реально Оценивают Там Свои силы И понимают Что лучше Сейчас Написать Без содержания Чем потерять Завтра работу Лирическое Отступление Вот Соответственно И налоговый И заинтересовался Почему же мало Так отчислять И поэтому Это нормальная Естественная Ситуация Как ее воспринял Бизнес Да бизнес Сейчас вообще Всего боится На самом-то деле И правильно делает Надо Очень бояться И стремиться Как-то Выживать Минимизировать Свои Расходы Ну для того Чтобы просто Выжить Поэтому тут Все закономерно И налоговая служба Не может Игнорировать Данные факты И она Ну будем надеяться Ограничиться Всего лишь Запросами И мы ее не будем Обвинять Хотя это напрягает Я вот честно вам скажу Конечно Когда тебе приходит Там Значит Грозное письмо Просим пояснить Это всегда неприятно Это явно Непочетная грамота И тебе там Бубликов не дадут А могут Большой штраф Теб впаять Ну Вот Правила игры Такие Других Не будет Хочу К городским Каким-то вещам Перейти Несколько Интересных Новостей Появилось За последние дни Вот например В Кирове Предлагают Создать Новую Общественную Палату Это должна быть Муниципальная Палата Как назвала Ее автор Идеи Наталья Катаева Руководитель Рабочей группы Открытая власть А эта рабочая группа Создана в рамках Обсуждения Стратегии 2035 Города Развития города Вот Хочу Вас Спросить Как вообще Такую идею Оцениваете При том Что региональную Постоянно критикуют За работу В интересах Власти Да Орган для Легитимизации Решений Нам вот Еще одна Нужна Палата И как бы Ее можно было Использовать Лишь бы в радость Вот если кому-то Хочется пососедать Ну Поучаствовать В каких-то Процессах Времени Предположим У кого-то нет И они не реализованы В своей профессии Ну Пожалуйста Что-то может быть Доброе и получится Лишь бы злого Не получилось Да Ну Я думаю Что любая активность Это хорошо Лишь бы в подъездах Не бухали Да Ну Если нет возможности Заниматься там спортом Слишком дорого Ну давайте Сделаем Я не знаю Еще одну Муниципальную Общественную Палату А вот одной Не хватает нам? Да Мне-то и это И много На самом-то деле Да Вот А что касается Значит Предложений По муниципалу Наталья Алексеевна По-моему Сама муниципальная Служащая Вот Не могу Да Вот я тоже Не могу сказать Не помню Поэтому Ну Это хорошо Когда есть Активность Это хорошо Когда активные Граждане Что-то там Значит Но формат Опять же Как это будет Проводиться Мы не знаем И если это будет Сделано Самостоятельно И это будет Самостоятельный Орган Это будет В любом случае Хорошо Если это будет При ком-то На чьи-то деньги Ну муниципальная Это ведь она Не просто так Наверное Ну да Вот наверное Так То это плохо То есть опять же Появится зависимость От помещений От финансирования Аппарата И результат Будет Точно такой же Как и у региональной Общественной палаты А у региональной Какой? Формальной Она есть Ее создали Я вам напомню Еще В далеком Там 2008 Или 2009 Году Когда мы Обсуждали Все Да Создание Общественной палаты Кировской области Мы все В один голос Были за И Замечательные Идеи Это называли Да И Вот А к чему Это все Привело К формализму Поэтому Намерение Замечательное Хорошее Как и любая Активность Низовая Гражданская Активность Да Это все Прекрасно Главное Чтобы был Толк А это Будет Зависеть От Реализации Этой Идеи И она Должна Быть Точно Реализована Чтобы В ней Был Толк Какой-то Не на Деньги Муниципалитета Либо Региона Она Должна Быть Самостоятельной Если Туда Заходит Либо Муниципалитет Либо Какой-то Еще Другой Мощный Инструмент Из Власти То К сожалению Как Практика Уже Показала Это Будет Всего лишь Формальность А вот Когда ты Ни от кого Не зависишь Не можно Нельзя Докатиться До формальности Докатиться Всегда Можно Но шансов Гораздо Меньше Я вот Про это Сейчас Давайте Возьмем Например У нас Кстати Говоря Есть Такой Институт Уполномоченный По защите Прав Предпринимателей Да Вот Возьмем Например Деятельность Нынешнего Уполномоченного По защите Прав Предпринимателей Да Ведь Ну Я уверен На 100% Хотя это конечно Мое мнение Но я уверен Там На 100 Нельзя быть На 99 Что Очень Много Зависит От тех Людей Которые Выплачивают Зарплату А это так Регион Все таки Да Как платят Так и Работает Да Кто платит В пользу Того и Работает В этом отношении Вот посмотрите Кстати Сегодня день рождения И мы поздравляем С днем рождения Андрея Николаевича Вавилова Прежнего Бизнеса Омбудсмена Его риторика Ну сильно изменилась Когда он был Государственным служащим Так скажем И сейчас Ну Сейчас он Скажем так Представляет Опору России И Выражает мнение Опоры России А тогда он был Полномоченным Государственным служащим Он говорил по-другому Несколько Хотя Замечательный Достойный Человек И И там И там Был на своем месте Ну раз уж Вы его поздравляете Наверное Так что С днем рождения Андрей Николаевич Да С днем рождения К другой теме Перейду Потому что Все смотрю На часы Времени мало Коротко Вот у меня еще Два вопроса Давайте попробуем Коротко В Кирове Разрабатывают Генплан До 2020 года Сегодня в СМИ Появился Классный заголовок В Кирове 2040 Простите Хорошо Что вы меня Вовремя поправили На 20 лет Разрабатывается Этот генплан Как и прошлый Да Заголовок В Кирове Построят Третий мост И пустят По нему Троллейбус Вот Раньше По-моему Даже до Слободского Эти троллейбусы Хотели пускать Но вот Для меня В любом случае Вот такой заголовок Звучит Как В Кирове Появится Портал на Мальдивы Не знаю Там по стратегии По генплану 3040 Года На ваш взгляд Вот Во-первых Два вопроса Коротко только Ответить Во-первых Что первостепенно Да Вот стоит Говорить О третьем Мастере О чем-то другом Нужно Говорить И вообще Вот это Вот правильно Какие-то Вот такие Планы Глобальные На 20 лет И какой Процент Исполнения Это в итоге От того Что мы там Напридумывали Ну слушайте План На 20 лет Точно невозможно Составить Потому что Ну даже Раньше В период Плановой системы 5 лет Только Планировали Да А все остальное Построим Коммунизм К такому Это Году Да Но Вот это Из той же Значит Оперы Приоритет Должен быть Конечно Хотелось бы Чтобы действительно Портал на Мальдивы Это был бы Идеальный вариант И к 40 Году Ну как там Техника шагнет Мы же не знаем Но точно Троллейбусы Это уже будет Вчерашний день И я думаю Что наверное Как-то Все-таки Техника Будет развиваться Более Быстро Чем сейчас Поэтому Ну третий мост Прекрасно Но может быть Он уже будет Не мостом А как вы Изволили выразиться Порталом На другой берег То есть Поскромнее Наверное Планировать А если серьезно Все-таки Что первостепенно Что в приоритете Давайте на этот вопрос Гармоничное развитие Нашего города Планирование его Не там Третий мост Просто А как он будет Развиваться Наверное Планы надо Сначала сверстать Как он будет развиваться Каков будет приток Суда Сейчас положительные Сальдо Все из-за районов Едут сюда В какую там Сторону Ну очевидно Что на юг Вот сейчас Такой тренд Наверное Как-то Надо подойти Я думаю Я думаю Это тоже Все делается Просто Вот есть Такие Нам бы с вами Может быть Хотелось И метро Сделать Но это Точно Нереально Как бы Ну в нашем городе Да я думаю Что уже И с точки зрения Опять же Каких-то научных Достижений Уже и не целесообразно Звук режиссера Мне уже показывает Крест Но все-таки Последний вопрос Очень коротко Завтра прямая линия С губернатором Что бы вы у него спросили Не о чем у него Спрашивать От него абсолютно Ничего не зависит Он тут Отсиживает свой срок Когда скажут Он уедет обратно В Москву Либо куда Туда Куда ему скажут Дополнительных комментариев К сожалению Не могу с вас требовать Потому что Время заканчивается Спасибо Олег За эфир Доброго дня вам И доброго дня Всем слушайте До свидания Особое мнение На 101FM